Когда Крым принадлежал Украине, наши русские ездили туда, отдыхали, и это был как бы легкодоступный такой курорт. Считалось, грубо говоря, поехал за границу. Это кто не мог себе там позволить реально полететь за границу, они ездили в Крым отдыхать, и считалось, что это съездили на курорт, отдохнули. Сейчас с присоединением Крыма к России, так, грубо говоря, получили хороший бизнес-кусок такой. Ходили слухи, что сейчас падает, так сказать, популярность в Сочи. Я слышал, что в Сочи тоже падает в цене недвижимость, она становится маловостребованной. Сейчас все ушки навострили на Крым. Они поняли, что сейчас это все присоединилось к нам, и, так сказать, 90-х уже давно нету. Но сейчас я считаю, что там будут развивать плотно бизнес. Это и по строительству, и по недвижимости, и непосредственно по самой курортной зоне. Сейчас это будет дорого и богато, как говорится. И все, кто раньше мог съездить туда, отдохнуть за копейки, ближайшая страна, грубо говоря, за границей, сейчас это будет дорогой курорт, который я считаю. И тут, общаясь тоже с коллегами, с товарищами, которые занимаются бизнесом, там, строительностью, недвижимостью, вот часто сейчас летают в Крым, чтобы, грубо говоря, себе забрать хороший кусок земли, чтобы что-то построить, потому что ценники сейчас там возрастут, и те квартиры даже, которые жилые, продавались там по каким-то, грубо говоря, по копеечным ценам относительно Москвы, сейчас взлетели в разы. Продолжение следует...